Понимаете, я верю в себя, значит, отдаю свои силы. Если я верю в Бога, я знаю, что есть какая-то сила, которая может меня поднять вверх. Но я не знаю, что за сила. Я начинаю изучать и узнаю, что это сила уважения к старшим оказывается. Для того, чтобы менять свой статус в жизни, нужно просто уважать старших. И тогда тебя поднимут туда, куда надо. Те люди, которые почувствуют, что ты им нравишься. Именно когда есть уважение к старшим, ты начинаешь нравиться. Ты рассказывай вашей дочери эту лекцию сейчас, чтобы она не парилась, чтобы она поняла, что всё проще гораздо. Надо просто поменять своё сердце, оно примагнитит, кого надо. Они свои способности всем показывают, что толку люди только себя видят, им никому не нужны чужие способности. Только через любовь кого-то можно чего-то достичь в этом мире. Любовь кого-то к кому-то. Нужно просто научиться уважать старших, и тогда ты становишься знаменитым. Это известный способ. Многие люди так жили. Допустим, взять вот просто обычного барванца в царской России, обычный барванец, который не мог, не знал ни грамматики, ни поведения правильного. И просто он умел любить старших. Он полюбил Петра Первого. Это был Меншиков. И через 30 лет этот барванец становится, возглавляет армию Петра Первого. Он становится главным полководцем. Он получает великолепное образование, у него великолепные манеры, он развитый человек. Но он до этого был просто вот ноль. Понимаете, это классический пример того, как человек может вот по этой лестнице развиться, себя развить как личность. Но только самая малость осталась, понимаете, просто поверить на самом деле. Потому что если вы не получите этой энергии, от Бога этой силы уважать, у вас вас порвет, вы не сможете уважать. Вы думаете, что я его буду уважать? Он такой плохой, там плохой, и то у него плохое. Понимаете, многие люди, вот все люди нищие, они на самом деле просто протестуют против того, что люди с недостаточными качествами хорошими имеют какое-то положение в обществе. Так поймите, надо разделить человека и положение в обществе. Вот, допустим, возьмем мать. Все женщины достойны быть матерью? Думаете? Конечно, нет. Но Бог дает женщине две вещи. Первое, Он дает ей возможность быть самой собой, это человеческое в ней. А вот мать – это божественная вещь. То есть Бог наполняет женщину качествами, которые дают возможность ей быть матерью. И интересно знать, что если ребенок любит мать, то женщина начинает действовать как божественное существо, а не человеческое. Точно так же, смотрите, мужчина, парень любит девушку. Она, допустим, безобразный характер имеет, но так как ее любит, она начинает вести себя очень хорошо рядом с ним. Потому что Бог через нее начинает действовать. Если он всю жизнь ее будет верить, она всю жизнь будет так себя вести с ним. Хотя у нее самой качеств таких нет. Если девушка любит мужа, несмотря на то, что он вытворяет, потому что в нем человек же тоже работает, а человек нам для чего нужен? Мужи, человеческое, для чего нужно? Для того, чтобы нам сдавать свои экзамены. Я же провинилась чем-то перед Богом, и Он тогда в этом случае показывает мне человека, который меня мучает. Но если я верю в Бога и знаю, что верю, что Бог меня не защитит и даст мне возможность в муже в моем почувствовать счастье, это называется вера в Бога, а не в мужа, тогда Бог начинает действовать через мужа и наполняет его благородством. Человеку хочется изнутри действовать правильно по отношению к вам. Но если я в человека поверил, а не в Бога, будет противопорожный результат, он начнет гордиться собой, и начнет разрушать отношения, он станет монстром. Чувствуете разницу? Я верю, что Бог мне дал хорошего человека. Это одна вера. Я пытаюсь верить в человека, и потом обижаюсь. Я говорю, почему ты ведешь себя не так, как надо? Потому что он человек, он не Бог. И он дает тебе только то, что тебе положено. Но если ты веришь в Бога и говоришь, Господь, защити меня от этого неправления, правильного поведения человека. Я верю, что мой муж должен быть хорошим человеком. Дальше начинается другое поведение у этого человека. В нём просыпается совесть, и он начинает мучиться от того, что он делает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...